30-летний Текила, Александр Тарасов, поделился с публикой яркими моментами личной жизни. Рэпер устроил пикантную фотосессию с женой, 30-летней Марией Беловой. Ипатажная пара наслаждается семейной идиллией, которая царит в их доме. Супруги решили обнародовать интимные кадры, которые сделали в постели. Музыкант позировал с обнаженным торсом, в белых спортивных брюках и кроссовках. Его избранница облачилась в светлый топ и трусики в тон. Мария легла спиной на бедра мужа, приняв соблазнительную позу. Текила проявил чувство к супруге. Он нежно целовал яркую брюнетку, которая стала его законной половиной в июле. Белова зажмурилась от позитивных эмоций, пережитых в компании мужа. Она выглядела радостной, в то время как рэпер на многих кадрах демонстрировал явное недовольство. По моему лицу видно, как сильно я люблю фоткаться, но что не сделаешь, когда просит любимая. Хочу в уходящем году сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал проекты Маше, она терпела мои нападки в тачке, запустила свой влог, открыла клуб, выпустила умные планеры, перевалила залям в инстё. В следующем году обещает еще больше радовать всех, дарить добро и обещает запустить кое-какие офлайн-темы. Указал эксцентричный артист. Текила удалось построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. В прошлом месяце рэпер взбудоражил общественность. В интернет-шоу ведущий обсудил с футболистом Дмитрием Тарасовым причины возможного развода. Муж Анастасии Костенко признался, что жена может получить леща, когда не беременна. Заявление вызвало бурную реакцию. Модели пришлось оправдывать мужа. Она опровергла домыслы и подчеркнула, что тот не поднимает на нее руку. Недавно Текила с женой побывали в Вероне, где проходил модный показ белья. Мария выбрала яркий наряд для вечеринки Кальцедония. Влюбленные показали страстный поцелуй. Белова в этом году получила от мужа роскошный подарок, автомобиль Porsche Cayenne. Стоимость таких иномарок в России стартует от 10 миллионов рублей. Музыкант приобщился и к благотворительности. Он пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд помощи детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова